Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня мы поговорим про последние изменения корейской версии игры ArcheAge. Конечно, основным изменением является это введение в игру новой локации Западной Степи и события, связанные с ним. На эту тему я уже, кстати, делал ролик, ссылочка на него будет в описании, а также справа вверху вылезла подсказка на него. Но также я постараюсь сделать через пару дней новый ролик на эту тему, где наглядно будет видна новая локация, ее события и также рассмотрим некоторые аспекты новенькие и нюансы. И чтобы этого не пропустить, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик. Но сегодня у нас будет много других небольших изменений. Во-первых, в лавке за очки чести за 500 хонора теперь можно приобрести эликсир благословения. Это, скажем так, знакомый нам всем баф. Использовав данную баночку, мы увеличиваем свое уклонение на 3%, сноровку на 41 единицу и время применения уменьшаем на 4%. Данный баф длится 1 час, также 1 час и кд на него. Но здесь есть довольно странный нюанс. И здесь написано, что данный баф можно приобрести только 1 и 1 раз в день. И он еще персональный при этом. И здесь я вообще ничего не понимаю. То есть вы вводите в игру баф за 500 хонора, но можно купить только 1 банку в день. То есть игрок должен каждый день входить в лавку и покупать 1 банку. Во-вторых, странно, почему здесь есть кд в 1 час, если как бы кд у него, по сути, до следующего дня. Окей, нельзя использовать больше 1 банки в день, хорошо. Но дайте возможность игрокам купить больше банок, чтобы они уже готовые к использованию лежали у игрока в инвентаре. Здесь можно сделать очень просто. Я не понимаю, почему разрабы так не сделали. Игрок берет, покупает в лавке за хонор 10 таких штучек, 10 банок. Ложит себе в инвентарь. Допустим, в 19.00 во время старта Прайма себе юзает банку. Все, он заюзал 1 банку в день. У этих баночек там серая, затемненная иконка. Все, они неактивны. И как только в этот же день наступает полночь, то банки становятся, хоп, снова активны. И почему так нельзя было сделать? Я не понимаю, кто там у них такой умный. Ладно, поехали дальше. Здесь у нас продолжается увеличение списка предметов, стакающихся до тысячи. Теперь сюда входит также и заготовка из изначального солнечного, лунного, звездного акьема, сумки с чертежами, брошь эрнардского советника и также антикварный сундук с золотым, серебряным и медным замком. Кто вообще купит заготовки и сумки с чертежами? Разрабы вообще понимают, что это такое? Инстанс сады наслаждения теперь доступен в быстром доступе, как и все другие инстансы. И где-то такие два игрока, ю-ху, среди толпы. Теперь для голосования на выборах вам нужно будет иметь не 250, а 500 военных заслуг. В Госдоме встретили аплодисментами новости. Максимальное количество ников в черном списке увеличено со 100 до 200. Интересно, это игроки просили разрабов увеличить данный список, или это чисто инициатива разрабов? В мираже в центральном здании появилось 5 новых заданий и 4 информационные новости, посвященные некоторым контентным составляющим игре. Так, осталось здесь у нас пару новостей, которые я оставил, скажем так, на десерт. Флакон ароматических солей был изменен и не в лучшую сторону. Время эффекта, который позволяет свободно дышать под водой, уменьшен с 45 до 30 минут. Также данный эффект теперь исчезает после смерти. После установки обновления, уже сделанный вами флакон можно будет обменять. Один старый флакон на два новых. И вот это даже хуже, чем банка за Хонор. Как по мне, таким образом, разрабы просто берут за шею и душат морской контент. А он такой... Это что за бред? Исчезает после смерти? Вы стебанутый, что ли? При этом, крафт данных банок никак не изменился. То они уже среди нас. В каждом дворе, в каждой школе, в каждом офисе, даже среди вас, есть хотя бы один... Долб... Я надеюсь, что данного гения, который это придумал, возьмут за шкирку и выкинут нахрен из этой организации. Потому что тупей я еще не видел. Не, ну видел, но это прям хороший уровень, я бы сказал, тупости. И здесь же, если говорить про плавание, то также в серьге на плавание, которое также позволяет дышать под водой, там на ней написано, что она теперь эффект на час дает. И также написано, что данный эффект исчезает после смерти вашего персонажа. Это мое мнение насчет данного изменения. Что вы думаете, пишите в комментариях. Ну и последняя новость. Последняя вишенка на тортике, только она уже нормальная. Перед собой вы видите таблицу, где видно, какая и в каком количестве техника используется на осаде, с учетом того или иного количества замков, которые имеет та или иная сторона. И здесь были сделаны изменения в количестве техники у обороняющейся стороны. И, как по мне, здесь сделано все логично. Ну а что вы думаете насчет данных всех сегодняшних изменений, пишите в комментариях. Не забываем также подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить и прожать лайк видео. Ну а на этом пока что все. Всем до завтра.